Приветствую вас, здесь история такая. 17 лет я работаю в маленькой организации, где их в коллективе всего 4 человека. Работаю в основном в действительных двоих, третий бухгалтер, четвертый помощник. Мне нравятся мои работы, я привыкла, чувствую себя на своем месте. Это частная организация, а я наемный работник. Как-то руководитель мне сказал, уйдешь в декрет, если не найдем достойную замену, то закроется контора, и помещение пойдет в аренду. Сейчас мне 38 лет. На днях мне подруга говорит, что дальше, если контора закроется, а тебе 50, или ты уйдешь в декрет, потом тебе будет некуда идти. А ты не юная девочка, да еще и с маленьким ребенком. В общем, начала я говорить, что сейчас самое время освоить другую должность. С одной стороны, я не против, но тяжело мне на это решиться, привыкла я, так сказать, в своей тарелке. С другой стороны, на права мне явно дали понять, что если я пойду в декрет, то офис, возможно, закроется. Работу на данный момент мне пока никакую не предложили, но в свое резюме я отправил в одну из местных организаций администрации города. Я вот подумала, как мне это преподнести руководителю, говорить ему о своих думах или пока молчать. Ведь пока меня никуда не дают, просто не люблю за спиной что-то делать, вроде ничего не произошло, голова кругом, помогите разобраться. Честно говоря, вот я читаю ваш текст уже второй раз, и первый раз я его читаю для себя, второй раз читаю на аудио. И честно говоря, та мысль, на которой я заброславил, как ни парадоксально, заключается в том, что мне не хочется от слова совсем говорить про то, о чем вы пишете. То есть, мне не хочется говорить о том, как вам поступить с начальником и так далее. Мне думается, что основная проблема здесь заключается в том, что вам скучно. Я понимаю, как это звучит, может быть, что-то звучит даже неприятно для вас, вот, и, в принципе, я осознаю, что вам может быть неприятно. Ну, на мой взгляд, я все же буду с вами чистен, вдруг это найдет какой-то отклик у вас. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Так вот, мне кажется, что вам очень, мне кажется, что вам скучно, мне кажется, что, несмотря на то, что вы привыкли, и вроде бы работа вам нравится, все же мне не приграет ощущение, что вам не хватает интереса в вашей жизни, вот, от вашего текста, как будто бы веет, знаете, в такой недоропливости, в размеренности. Вот только вам в этом все же не совсем комфортно. Наверное, это будет сложно признать, и, скорее всего, вы со мной не согласитесь, но чувствуется это, по крайней мере, именно так. И мне кажется, что вся эта ситуация, которую вы описывали, ситуация, безусловно, серьезная ситуация, безусловно, имеющая место быть, ситуация, безусловно, имеющая под собой вполне реальное основание, вот. В том числе происходит именно благодаря тому, что вы не очень, как бы, ну, не очень чувствуете себя живой. И наиболее, скажем так, показательно это, на мой взгляд, я подчеркиваю, на мой взгляд, наиболее показательно это проявляется, в том, что вы говорите, если я уйду, в декрет мне будет негде уйти. Извините. А разве, если вы не уйдете в декрет, вы не будете с кем-то? Вы не будете с мужчиной? Почему вы, как-то, вот, не позиционируетесь, что вы будете не одна? Мягко говоря, это немного странно. Вот. Ваша привозность, по поводу того, куда вы идти дальше и так далее, безусловно, реальна. Но, мне все же кажется, что вся эта ситуация, которая, по сути, возникла из разговоров о вашей подруге, вот, она именно связана с тем, что вы не совсем чувствуете себя раскрывающейся на этой работе. И, возможно, вам хочется, или вы пришли к такому выводу, вот, что вам, естественно, не другое, что-то. Вот. Поэтому я бы сказал, что очень важно посмотреть ваши интересы, очень важно посмотреть, чего вам хочется, вот, и, соответственно, признать то, что вам хочется, и с этим уже что-то делать. Но, в первую очередь, признать, вот. Естественно, кажется, вы просто боитесь признать, что, да, это удобное место, но вам оно уже не так интересно, вот, что, возможно, за 17 лет вы действительно, как бы, ну, захотели чего-то другого, вот, захотели что-то иное, вот. И это, в принципе, вполне естественно, вполне нормально, вот, но вам, может быть, это довольно тяжело признать, потому что, если вы боитесь, как бы, переменной, если вы боитесь каких-то изменений, вот, то ситуация для вас вполне нормальная и естественная. И я бы здесь просто учился бы себе доверять, то есть, ну, вот именно, учился бы полагаться на себя. Вот сейчас ваша безопасность, она как бы зависит от внешних факторов, вот. И, на мой взгляд, ну, по отношению к вам это не есть хорошо. Вот, ну, в том смысле, что вы почти что наверняка достойны большего, вот. Другой вопрос, хотите ли и готовы ли вы это признать? Ну, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратный связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь за помощью.